добрый день хочу вам рассказать каким образом можно оплатить поставщику иностранному в валюте программе 1с соответственно перед этим мы приобретем валюту для того чтобы у нас было таким было чем оплачивать вот что для этого нужно сделать ну во первых у вас должен быть должен быть поставщик на то есть справочниках в контрагентах у вас должен быть поставщик вот я завел следующего поставщика алиэкспресс трейд полное номинование входит группа поставщики страна регистрация китай вот можете указывать прям что страна регистрация китай соответственно китай не входит и с галочки там стоять не вводит вам отразится на всех документах которые там связаны с поставками вот у нас есть такой поставщик сейчас мы в банке приобретем валюту в размере в размере 3000 долларов посмотрим как загружается курс валют что с этим делать и соответственно дальше оплатим этом поставщику да вот таким образом мы сделаем давайте соответственно что нам нужно для начала для начала нам нужно сделать следующее то есть нам нужно зайти в пункт меню главное зайти в учетную политику выбрать организацию по которой у нас будет происходить оплата в валюте допустим это будет торговый дом комплексный и соответственно установить галочку используется счет перевода в пути при перемещении денежных средств это нужно для того чтобы мы могли учитывать нормально курсовой разницы вот и соответственно сейчас мы приобретем валюту допустим пусть это будет происходить первым числом и дальше мы оплатим оплатим по стычку в этой же валюте давайте нам нужен документ который называется списание с расчетного счета то есть это мы сейчас будем платить банк списывать рубли вот соответственно создаем этот документ ставим дату допустим первое 0 1 0 6 и выбираем выбираем вид операции вот вид операции у нас будет следующий да там будет просто прочее списание прочее списание здесь у нас будет организация торговый дом комплексный банковский счет устанавливаем там сбербанк рублевый соответственно получатель пусть у нас будет банк веб немом в прорыв и мы будем приобретать валюту вот соответственно мы будем в качестве счета 9 использовать 5702 здесь установим соответственно контрагента веб уста выберем у него создадим ему договор который будет называться там конвертация валюты вот здесь обязательно в расчетах укажем что он в рублях этот договор поскольку мы перечисление будем делать рублях вот и соответственно статью расхода тоже создадим статью расходов которая называется приобретение валюты дальше мы по этой статье будем все указывать валютные расходы все мы сделали первой части нам нужно посмотреть сколько там стоил это валюты привести эту сумму до соответственно так сделать вот у нас этот документ открыт соответственно работает и сейчас мы сделаем следующее мы зайдем справочники найдем наши там валюты валюты нам и посмотрим насколько стоили доллара сша на первое число вот на первое число у нас стоит вот такой вот курс скопируемого вот у нас есть теперь данные мы можем скопировать вот эту вот сумму сумму курса и дальше мы сейчас 3000 долларов приобретем следующим образом то есть мы здесь вот возьмем калькулятор прямо здесь и соответственно этот курс умножим на 3000 у нас получится вот такая сумма то есть и 12 256 после этого мы проводим документ документ и у нас соответственно формируется следующей проводки что у нас с 51 счета списалась эта сумма и перевелась на 5702 вот давайте теперь дальше да там дальше нам нужно оформить поступление валюты на наш расчетный счет на 52 который мы уже будем использовать для расчетов для валютных расчетов соответственно выбираем здесь 52 счет дальше выбираем торговый дом комплексный выбираем банковский счет что он у нас должен быть валютный именно счет с указанием валюты езди вот пусть у нас будет в банке выборов дальше плательщик выборов вот здесь мы выбираем битоби рация при плетении иностранной валюты уже выбираем наш договор вот выбираем наш договор ставим здесь сумму 3000 долларов и соответственно тоже на на это первое число мы все эти данные учтем да соответственно проводим и смотрим проводки соответственно у нас отклонение от курса продажи покупки произошло на там вот она училась вот в этой дополнительной проводки 5702 и соответственно на 52 счет поступила сумма в размере 3000 долларов вот соответственно дальше мы сейчас будем вот эту сумму в 3000 долларов тратить нам нужно сделать следующее нам нужно открыть также списание с расчетного счета и оплатить оплатить нашему поставщику мы также выбираем торговый дом комплексные выбираем 52 счет выбираем наш валютный счет выбор и где у нас находится доллар и да там вот здесь у нас показывает что эти доллары выбираем три напишем 3000 долларов здесь составляем оплату поставщику выбираем нашего поставщика вот вот так вот выбрали автоматически у него поставился договор поставки если он есть обратите внимание договор поставки уже в долларах соответственно договор поставки должен быть в долларах ставка без ндс обязательно ты соответственно счет расчета 660 21 и 622 аванс все сумму поставили и соответственно здесь можно договор лишнее слово убрать сумму 3000 здесь можно написать и у сд без налога там ндс вот таким образом будет вылететь у нас платежка соответственно если у вас там какие-то номера контрактов или еще какие-то вещи которые нужно обязательно отразить при поступлении да там и подтверждение данных для таможни то соответственно здесь это все обязательно нужно написать чтобы у вас таможенная служба приняла этот платеж и соответственно все сделал все что там нужно вот и соответственно списание с расчетного счета с 52 по организации комплексный здесь уже дата 24 вот дата 24 а здесь этом мы должны выбрать должны выбрать оплату поставщику все правильно мы выбрали и нажимаем кнопочку провести вот нажимаем кнопочку провести и смотрим что у нас получилось у нас получилось следующее у нас мы оплатили на счет 60 22 оплатили поставщику 3000 долларов и у нас также произошла переоценка валютных остатков и курсовые разницы со счета 52 также списались да также списались также эта сумма училась на счете 990 12 все просто прозрачно и соответственно вот таким образом работает то есть основные нюансы здесь чем мы оформляем приобретение валюты двумя документами первый документ это списание с рублевого счета второй это поступление на валютный счет к сожалению нельзя там на основании одного документа да там нельзя вводить другой документы в принципе там реквизиты даже разные и так далее ну логично было бы сделать но на текущий момент нельзя дальше у нас есть курсы валют да там которые мы можем загрузить из специального сервиса да там который предоставляется компания немец вы можете спокойно загрузить посмотреть все цифры там на любую дату и все что нужно там для расчетов сделать дальше мы можем прямо использовать здесь калькулятор для того чтобы вычислить вычислить нужные нам параметры да там платежного поручения вот либо банк вам может уже выставить какую-то конкретную сумму которая нужна для оплаты вот и соответственно здесь курс cb опубликуется на дату операции с валютой галка при поступлении отражать разницу в курсе в составе расходов и соответственно у нас отражается здесь разница в курсе там вот эта сумма и потом когда происходит списание именно при оплате поставщику у нас происходит там тоже проводка до там только 91 2 тоже отражается разница переоценка валютных остатков вот таким образом это все работает таким образом можно произвести оплату поставщику в валюте в программе 1с бухгалтерии если у вас есть какие то вопросы по валютным операциям либо по всем что с этим связано обращайтесь в компанию кудрлайн будем рады на них ответить пишите комментарии задавайте вопросы тоже обязательно их разберем и обязательно ответим большое спасибо